а потом ночью там не знаю там как-то провести со мной ночь или там я не знаю там как-то строить со мной отношения или еще что-то то как бы ну извините а так пожалуйста по-дружески сходить в ресторан за себя заплатить окей я за себя заплачу они тут такие знаете хитрые начинают рассказывать про европу как женщинам за себя платят как они там там ходят и тому подобное понятно что женщина себя платить но когда ты меня звал на свидание ты мне об этом не говорил я считаю то что нужно изначально когда ты приглашать женщину на свидание обговорить все эти тонкости и моменты вот эти вы знаете аля проверочные какие-то непонятно что вот я не знаю настолько мужчина последнее время усложняет жизнь и себе и женщинам это просто какой-то это просто фаталити реально не хочет таких мужиков иногда просто взять и пристрелить просто дать рожье и просто выстрелить контрольный в голову что таких вот не было мужиков тонкий намек на широкий абсурд да нет я я общаюсь со всеми мужчинами то есть мне не важно какого статуса мужчина не вообще просто вот эти вот знаешь как бы выпады в мою сторону чё я должна чё я не должна даже прям ты не знаю я прям это максимально раздражает особенно когда знаете вот иногда бывает что хочешь за вежливости просто сходить с мужчины как с каким-то мужчиной просто хочешь за вежливости сходить на свидание вот он тебе уже бедный уже 5 смс купишь будет типа слушать мы пойдем на свидание пойдем на свидание ты выгноришь и говоришь ну как бы уже все намек нет нет не хочу я не хочу с собой пойти на свидание потому что я тебе не дам я я не хочу и не хочу с собой сидеть разговаривать общаться это не интересен и просто молчишь не отвечаешь не хочешь ему грубить не хочешь вообще в принципе с ним разговаривать всем видом показываешь это все но они нет страну они этого не понимают они дальше продолжают как-то наяривать тебе по 500 смс ты что офигела ты что охренела какого какого фига ты мне не отвечаешь это просто наезды значит пугалки начинаются со стороны мужиков я очень тоже люблю когда провела одно свидание с мужчиной все поняла что то не твое как бы да пошла дальше заниматься своими делами он даже пишет привет как дела то есть да ты как бы ну игноришь потому что ты не хочешь с ним общаться вот у меня так то есть я игнорирую я не хочу с человеком просто общаться не хочу ничего не поддерживать но мне не интересно с ним общаться нет люди бывают не понимают они начинают просто тебя наяривать как проклятые просто не знаю на самом деле тут тоже очень интересная тема на который бы я тоже порассуждал вообще как правильно с человеком выстраивать общение так чтобы его то не обидел сейчас бабы шлюхи вы знаете почему бабы шлюхи потому что мужчины хотят пользоваться женщиной то есть он ее трахает а потом когда ответственность больше за это брать не хочет поэтому все бабы шлюхи я считаю что некоторые бабы которые шлюхи правильно и делают что говорят это мужику слушай ты думаешь что ты чё один такой умный раз ты пользуешься мной я сейчас воспользуюсь тобой все шлюхи не шлюхи женщина когда выходит замуж за мужика она тоже шлюха жена это личная шлюха я вам хочу сказать прикиньте открою вам секрет который сидит дома в растить детей тогда также я обеспечиваешь также ее там не знаю содержишь просто мужчина тоже такие интересные пошли вы хорошо вы там живете Офигеть Вы живете там, не знаю, с женщиной Там, не знаю, пять, шесть лет Рожаете с ней детей Обеспечиваете Потом это вам женщина надоедает Вы идете в другую женщину И что, эта женщина должна молчать, что ли? Она не будет молчать Если вам женщина По какой-то причине отказала, не дала Но это не повод называть ее шлюхой Это значит, что ее ворота Не открываются перед каждым встречным Они не открылись перед тобой Ну, значит, мой мальчик Ты ее не заслужил, чтобы ее ворота открылись перед тобой Иди дальше, ищи другие Какие проблемы? Какие претензии вообще? В Армении и Азербайджане война Да, это ужасно на самом деле событие Я смотрела недавно, что происходит в Карабахе Мне очень жалко людей Вот знаете, я вчера видела мужчину Который рассказывал, как он потерял Своих близких Жену свою, ребенка потерял Понимаете, там, сын в больнице Вот просто представляете себе Лежишь себе дома, а на тебя сваливается Бум, это ужасно просто Я даже не знаю, как это описать Это такая депрессия Для всех Вот так вот Поэтому, видите Вот даже, да, какая интересная штука жизнь Даже если, ну, как бы, да Проводить параллель и так далее Знаешь, не важно, там, ты шлюха, не шлюха по жизни вообще Не важно, каким ты являешься в этой жизни Однажды просто может случиться война И о том, что ты когда-то была шлюха Об этом забудут Все ей басни морали такова Так что живите, как умеете Как у вас получается Если у вас получается зарабатывать деньги тем, чтобы развегать ноги Ну Занимайтесь этим Если Там у вас получается жить Там, какими-то другими способами Живите так Никого не осуждайте Идите вперед Не вмешивайтесь ни в чьи-либо дела Не ваше дело Вообще Абсалим Фу, силикон просто выпирает Хорошо Мне нравится, что он выпирает Очень Знаете, я вот прям трогаю Свою силиконовую грудь И меня так успокаивает Я прям еду И прям Блин, это так круто Прям Класс А у меня их даже две Знаете Огонь А то когда маленькие сиськи Ты думаешь, блин, что там поджимать У меня такой антистресс классный Под рукой Я вот люблю Знаете, еще вот так вот руку засунусь Боже, какой ты кажется Так Это очень грустно, что творится у нас Ну, жизнь, понимаете В жизни постоянно будут и грустные И веселые моменты А что вы с этим сделать? Вы ничего с этим не делаете, ребята Абсолютно ничего с этим не делаете Только если сами не поедете в этот Карабах И там как-то решать эту ситуацию Хотите поехать решать эту ситуацию? Мы такие здесь сидим Обсуждаем Там, а в Карабахе Война С Азербайджаном Я вот не хочу это обсуждать Потому что я там, я не знаю Я не поеду туда разбираться В этой ситуации Для этого есть власть Для этого есть политика За это мы платим налоги Чтобы об этом не думать Мне не хочется это обсуждать Честное слово Вообще Это ужасно Это правда ужасно Я очень сожалею, что такое происходит И я очень сожалею, что Власти для таких ситуаций доводят Вообще Позволяют такое Для чего это нужно Непонятно Вот в Донецке опять стреляют И вот тут думаешь Как жить Как выживать Как на работу ходить Поэтому проще пойти Пососать Деньги забрать И жить себе спокойно Купить себе хлеб С маслом С икрой И все зашибить Так я конечно нутрирую Но тем не менее Нужно жить для себя Как вы умеете Все Потому что вот что происходит В мире Не знаешь Когда твой день Будет последний Вообще не знаешь Сегодня Завтра Послезавтра Не знаешь Мне конечно Оно приятно Приятнее Работать мозгами Зарабатывать Но у кого Как получается У кого-то мозгами У кого-то ртом У нас правда Суровая Правда жизни К сожалению Вот женщина На улице Идет Вот женщина Например На улице идет А вы знаете Что вот На таких людей У нас например Есть специальные У нас вот такие Вот есть Специальные органы Есть Служба Милосердия Вот вы даете Этим людям Телефон Этой службы Милосердия Вот то Что это вот Ходит Вот это по улице Это все Шарлатанство Не нужно Этим людям Давать копейку Есть реально У нас служба В стране Которая Этим всем Контролирует И занимается Не ведитесь На вот это вот все Я очень не хочу Чтобы меня жизнь Такому привела У тебя уже Ботокс прошел На волосах Я не знаю Маршрут построен Поверните налево А затем Поверните направо Что вообще Вы думаете По поводу Попрошай Которые на улице Вы даете им Милостюмю Не даете им Милостюмю Какое у вас Мнение на этот счет Вообще есть В Америке Хотела бы жить Милостюмю Вы вообще Испытываете Какое-то чувство Студа Когда Какому-нибудь Очередному Попрошайке Не даете Денег У вас бывает Такое Что например Проходит Попрошайка Вы ему Не дали денег И у вас Такое Внутри Знаете Такое чувство Типа Блин Наверное Плохо Сделано Вот надо было Наверное Поделиться И вот Думаешь И вот Едешь Об этом Бывает У вас Такое Состояние Как вот Как вот С таким вот Как с таким состоянием Вообще В принципе Боретесь Бабушка Старым Я даю Мне их Жалко А вы знаете Что Как раз Такие Все органы Они Побольше Бабурочка Берут Тареньких К себе Это же Тоже Организация У каждого Попрошайки Своё место Где он Может Ходить И просить Все поделено У них На территории Если Например Вдруг Тебя Увидят Что ты Попрошайничаешь На их территории Тебя могут Тебя могут выстегнуть За это Это тоже бизнес Ребята Причем Такой неплохой Бизнес В Коране Написано Что нужно Давать Инвалидам Обязательно И малоимущим Да Я согласна Но Смотрите За что Мы платим Налоги Этим Инвалидам Между прочим Потом же За наши налоги Платят пенсию Вы не думаете Об этом То есть По факту Мы этим Инвалидам Даем Деньги И еще Государство Отваливаем Если нужно Что нужна помощь Помогаю Да Но я помогаю Смотрите Помогаю Не деньгами Например Я могу Там Помочь Купить Хлеб Молоко Какие-то Еще Там Моменты Деньгами Нет Через 200 метров Поверните На пробу Но если Нужна помощь Там Я не знаю Там Поднять Сумку Там Еще Что-то Да Помогите Отвезите Смотрю Или Если Человек Кто-то Еще Стоит Вберу И Возвращаюсь Вот На самом деле Это Очень Такая Знаете Не Очень Приятная Манипуляция Я вам Хочу Сказать Как-то Дала Три Булочки А Женщина Та Чтобы Прошайка Выкинула Их В урну Вот Видите Может Потому Что Она Думала Что Они Отравленные И Вот На самом деле Иногда Задумываешься Что Лучше Деньгами Все-таки Помогать Или Все-таки Помогать Едой Или Продуктами Тоже Знаешь Здесь Такая История Палка Двух Концах Впереди Авария Взрыв Впереди Дорожная Рамка В общем Не знаешь Как правильно Помогать Не Помогать Постоянные Такие Заморочки И я Постоянно Затем Думаю В общем Я считаю Что Нужно Помогать Из Степени Своей Возможности Вот Если У тебя Есть Ну Там Например Денежки Которые Ты можешь Отдать И Потом Как бы Они Не Пригодятся То Да Если Нет То Нет Мне Денежки Всегда Нужны Поэтому Лишний Раз Вот Так Чтоб Подойти Там Что Вот Дать Я Редко Когда Кому Что Даю Потому Что Я Считаю То Что Я Сама Понимаете Всегда Сама Зарабатываю Хожу Договариваю Что За Это Делаю Когда Просто Человек Стоит Просто Просит Ну Блин Бред Какой Думаешь Постоянно Заморачиваешься Как правильно В этом мире Жить Помогать Начинать Деньги Твои Не Помогаешь Считать Тебя Желобом Спишь Просто Так Говорят Шалава Спишь За Бабки Говорят Шлюха Шлюх Входишь Замуж За Мужика Все Всегда Не Так На Все Всегда На Все Все Всегда На На Все Всегда Такой Замкнутый Круг Шлюх 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 Мы Как-то Раздавали Мощник Они Начали Выбирать Бренд Не Бренд Это Говорит О том Что Все Мы Люди Неважно В каком Статусе Мы На Лево Я Дала Как-то Женщине Последнее Она Сказала Слезно Что Мне На Что Уехать Поскакала Волкомар Ну Уехала Смотря на Что Там Ехать Только Уехала Мне Кажется После Как Напивалась Этого Алкоголя Где-то В своем Сознании На Призрачном Хоне В общем Веселая Штука Жизнь Очень Блин Не Не Понимаешь За Что Платят Налоги Не Понимаешь За Что Вообще Что Либо Делаешь Просто Так Задумаешься Насчет Жизни И думаешь Блин Поверните Направо А затем Поверните Налево Куда Едете И едем По делам Своим Моим Или тебе нужно Прям адрес Сказать Ты подъедешь Туда Так Ладно Ребятки Я Всегда Даю Деньги Когда Просит Если Не Даю Начинаю Жалеть Вот У меня Тоже Самая Такая Ситуация Когда Не Даю Деньги Потом Сидишь Думаешь Блин Надо Было Наверное Так Да И Вот Внутри Чувства Знаешь С детства Нас Закладывают Что Нужно С Масечкой Делиться Нужно Скорочкой Делиться Потому что Всеми Нужно Делиться Прям Уж Разбражает Ситуация Алену Ильи Но Я думаю Что Разберутся Помериться Но Я думаю Что Вряд Ли Я думаю Что Нужно Алене Уже Конкретно Подавать На Алименты Решать Этот Вопрос Откактивный Способ Выхода Из Ситуация Которая Сейчас Есть Чтобы Не Было Никаких Претензий Алименты Подали Деньги Отстегивают Постоянно И Иногда Приезжают В гости Если Отказывается От Этих Алиментов Чтобы Там Не знаю Ребенку Чтобы Там Платить И так далее И тому подобное Значит Пускай Забывают Своего Ребенка Алену И живет Дальше Своей Жизнью Все Зачем Терпеть Я вообще Не понимаю Иногда Вот это Все Ваше Терпение Она Приходит К тому Что Вот Такая Ситуация Происходит Летают Микрофоны Вдруг Друг Вазы И так Далее Я думаю Что Нужно На корню Говорить Что Тебя Не устраивает Тебя Не устраивает Что Твой Бывший Муж Не платит Алимин 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 Ты Ставишь Перед Фактом Либо Ты Сейчас Платишь Мне Алимин Алимин Либо Мы С тобой Расходимся Ничего Терпеть Я Не буду Все Так Жестко По факту Да Не важно Будут С тобой Общаться Не будут Использовать Нашли Нет Ты Живешь Здесь И Сейчас У тебя Сейчас Ребенок У тебя Сейчас Есть Обязанности И так Далее Не надо Ничего Терпеть И жить Для себя Чтобы Тебе Было Комфортно Никогда Не нужно Находиться С людьми С которыми Тебе Не комфортно Никогда Не надо Жить Как тебе Не комфортно Никогда Не делать То Что Вам Не Нравится Никогда Это Вот Золотое Правило Будет Чувствовать Хорошо Внутри Это Очень Важно Так Ладно Мои Хорошие Во всех